Да, Каравая Фалерия, Медиа Таймс. У меня вопрос Андрея Герасимова. Уже 35 минут, как идет Доме кино, второй и последний показ в рамках фестиваля фильма Кеды Соловьева. И вот с этим вопросом. На мой взгляд, Соловьев, начиная с Ассы, все свои фильмы снимал о русском рок-н-ролле, даже в интерьере Чехова и Толстого. Вот, довольны ли вы тем, что сделал Соловьев по поводу рассказа? Он уже ничего не выходит. И знаете ли вы, и являетесь ли поклонником русского рока, в связи с этим, потому что это совсем отдельная история. И что вы ждете, кроме вот этой первой ночи с нашествием, от того события, которое вам предоставить? Спасибо. Ну, у Сергея Александровича Соловьева есть волшебное умение превращать реалистическую жизнь в поэзию. Он делает это за счет монтажного стыка, за счет определенного пластического существования оператора и своих артистов, моделей. И то, как он снимает и натурные съемки, делает пейзажные съемки, это потрясающе. Он, собственно говоря, мое паразиическое произведение превратил в стихотворение, в такое довольно длинное память. У него значительно больше эмоциональный удар, чем в моей грозе, потому что, ну, просто он прямо использует марш прощения Славянки и стреляющие танки. У меня нет танков, и прощение Славянки в моем рассказе не звучит. Ну, во всяком случае, все минуты, как у него, под кадры из фильма «Летят журавли». Когда артисты Татьяны Самойлова бежут, а Алексей Баталов, великий, вертит головой и ищет ее взгляд. То есть, когда я это вижу, звучит марш прощения Славянки, и я понимаю, что это все вклеено внутрь моего текста, ну, у меня так мурашки, похоже, бегут, конечно, но я бы на такое не решился. Тут Сергей Александрович, он мастер. То есть, вот, я к тому говорю, что он, например, волшебник и марш. Ну, от своей войски на нашествии я, конечно, раздумываю много интересного. Я что-нибудь тоже напишу, кино потом сниму, про всех про нас. Черти. Черти, да. Я же, и так, и не забывайте, я все время смотрю. Я сижу молчу, но я смотрю, наблюдаю, что-то придумаю. Мне уже страшно. Спасибо, Андрей. Пожалуйста, представьте. Добрый день, Ирина Блиник, московский комсомолец. Вопрос к организаторам. Насчет выступления группы «Ленинград». В принципе, ни для кого из нас не секрет, что Сергей Шнуров очень любит употреблять в своих песнях нет-сезонную лексику. Да вы что? Да. Но если вдруг для кого секрет, я теперь уже думаю, нет. Но у нас есть правительство. Процессируйте. Ну, не могу камеру выключить, а то меня с работы уволят. Ну, у нас в стране ведь действует закон на запрет нормативной лексики, в том числе на концертах. Вот таким образом регулируются вот эти вот отношения между выступлением Шнурова на нашествии. Матый он будет петь в дуло. Ну, в прошлый раз мы приезжали под лихую песню с употреблением, можно сказать. Ну, да. Ну, вот таким образом это все. Нет, ну, дело в том, что фестиваль нашествия соблюдается по надачеству. И то, что касается тех санкций, которые по закону должны быть применены, они применяют. Ого! Я поняла. Это будет мой дуэт. Я буду делать. Что касается... Ну, слушайте, у нас в России вообще строгость законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Группа Ленинград самая успешная, наверное, в стране, бастералирующая группа. У них нет ни одной свободной ни пятницы, ни субботы на год вперед. Вот, как бы, это с одной стороны. С другой стороны, у нас после одиннадцати начнется их поступление, все дети будут уже спать. А там... Ну, поглядим, как бы. Прямой трансляции мы будем немножко задерживать. Вот у нас проблема вообще, что делать сейчас. В течение этих десяти минут мы будем вот это вот задерживать. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Уже. Меня зовут Герман. У меня такой вопрос. Большинство людей считает, представляет, да, что нашествие это, прежде всего, действительно, в котором люди там набиваются, хулиганят и занимаются чем-то не самым лучшим. Да, вот. Как вы относитесь к этому вопросу? Ну, у нас разные... И как вы хотите победить в итоге вот среди масс такой представлений? Ну, у нас разные данные о том, что думает большинство у нас с вами. Мы достаточно большую работу проделали, начиная с 2000 года, да, когда фестиваль еще проходил в Раменском. Там был достаточно дешевый билет, в основном собиралась молодежь и велась себя соответствующий образ. За эти годы фестиваль полностью изменился. У нас аудитория выросла. У нас на сегодняшний день самый дешевый билетный фестиваль стоит 1800 рублей. Это достаточно большие виды. И та картина, которую вы получаете, приехав на поле, она абсолютно не соответствует тому, что вы говорите. То есть сегодня это атмосферный праздник, позитивный праздник. Вы увидите там такое же количество, как вы сказали, пьяных людей, какой вы увидите, я не знаю, в партибурьку выходной день. Да, при этом атмосфера там будет схожа. То есть зеленая трава, различные активности, развлечения, радость и так далее. Это, ну, такое устаревшее представление у тех людей, которые либо давно ездили на фестиваль, либо вообще туда не ездили никогда. Стали бы к нам приходить такие уважаемые партнеры, да, которые сегодня у нас есть, если бы имидж фестиваля был отталкивающим. Имидж фестиваля на сегодняшний день все-таки удалось сделать позитивным. У нас радужная картина и по партнерам, и по спонсорам, и по социальным сетям. Если вы посмотрите отзывы о фестивале, как минимум, последних шести лет, где-то начиная с 2009 года, вы вот сейчас зайдите, прошел фестиваль властенберри, зайдите, посмотрите полтоопчеты, и зайдите, посмотрите полтоопчеты нашествия. И вас приятно удивит персонал, потому что у нас тренажная система на поле, любые осадки нам не страшны. И такую картину, которую имеет властенберри, где там просто по колено жижи, на нашествии это просто невозможно. Это физически невозможно. У нас при любой погоде будет состояние зеленого газа. Это тоже вносит в свою лекцию позитивную имидж фестивалю. Можно еще один вопрос? Да, конечно. А я вот не могу понять. Ну, либо мы занимаемся сейчас таким конкретным ханжурском, да? Какие-то войны с Танктартом. Я просто не понимаю, а почему... Нет, Юра, не к тебе вопрос. Вопрос к парню, который задал вопрос. А что плохого в том, что люди приезжают, а три дня отрываются? Да, не выпивают, а че? Да, они отрываются на весь свой год. Это вообще-то рок-н-ролл? Нет, классно, да. И извините, пожалуйста, имидж фестиваля заключается в чем? Чтобы ходить по линейке, по линейке ходить и быть трезвыми. Вот объясните мне, к чему это? Прив*****, в принципе, вообще все. А вот стоп. А можно спросить? А мы не противоречимы? Мы просто говорим о том, что человеческая природа, она разная. И человеку нужно отрываться. Ему нужно расслабляться. Это правильно. Ему нужно нормально себя вести при этом. Ему нужно не бить морду, скажем, друг другу и так далее. Но, тем не менее, скажите мне, пожалуйста, просто ответьте мне на вопрос. Кто когда-нибудь в жизни задавал вопрос устроителям фестиваля «Вудстоп»? Какая у них моральная партюнка? А там все было несколько иначе. Там все были пьяные, обдоманные, добрые, хиппи. И нашествуем просто никогда в своей жизни не догнать. Ну, давайте ходить на фестивали и, не знаю, пить воду. Давайте не будем пить пиво. Давайте врать друг другу. Давайте вообще скажем друг другу, что нет алкоголя и нет вообще ничего такого. Это когда мой сын выйдет на улицу и скажет нам, что такое водка, я ему объясню, что это такое. А брать я ему точно не буду. И на нашествии этого не больше, чем на фестивале «Парклайф», чем на фестивале «Пикник», «Афиша». Везде одно и то же. Только масштабы разные. Потому что когда-то очень давно, я сейчас произнесу эту фамилию, Миша Козырев и СО, товарищи, придумал офигенный вудсток этой страны. Извините, там есть все. Там есть зачатые дети. Там есть офигенная музыка. Там есть действительно легенды, которые выходят на сцену, как, например, в этом году ДДТ и тот же Ленинград. Все это есть. Все есть в жизни. Жизнь не бывает белая и черная. Она вот такая, какая она есть. В этом ее кайф. И за это мы ее любим. И поэтому я сюда приехала сейчас, на эту конференцию. Не строите себя что-то, а просто объясняйте. Мне говорит мой друг вчера. Говорит, ты поедешь на нашествие в это мясо. Я говорю, ты урод. Каждому свое. Я могу сказать так. Я приеду на нашествие восьмого числа в 10.30. У меня саундчек в два часа. Я приеду с детьми. Ну понятно, что я ничего не выпью, причем в свой день рождения. И я выпью вечером, когда я сыграю, и выпью с большим кайфом. Если кто-то вспомнит меня сейчас, выпейте за мое здоровье, ребята. Ничего вам от этого не будет точно. Спасибо. Коллеги, продолжаем задавать вопросы. Добрый день, Денис Смирнов, Европейское информационное агентство. Вопрос к организаторам. Достаточно животрепещущий. Здесь уже... Юрий, прозвучало уже много слов о том, что приезжайте пораньше на нашествие, уезжайте попозже. Хотела задать вопрос следующий. То есть из года в год, да, вот раньше это было два дня, теперь три дня. Все приезжают, многие в четверг. Но уезжают все по-прежнему в воскресенье вечером, либо в понедельник утром. И из года в год продолжается одно и то же, что людей, которые хотят остаться, выспаться, не стоять в пробках, в понедельник, в пять утра, товарищи с мегафонами и с сиренами, будет, благо, не как в Рязани 2006 сметая палатки, но тем не менее, люди не могут спокойно отдохнуть, собраться и уехать. И более того, естественно, все палатки мокрые отрасли, что не позволяет. В шесть утра мы договариваемся каждый год, я понимаю, что иногда бывают перегибы. Это связано со временем в пилисминках, вы понимаете, она в восемь утра. То есть у сотрудников есть задача, чтобы к восьми утра поле было чистое. Юрий, вопрос как раз именно про это и вопрос, что из года в год это одно и то же и говорится. Просто надо понимать, что люди, для них нашествие это уже не просто фестиваль, это как отпуск целый. Люди берут там специальную неделю, приезжают издалека, им хочется перед тем, как ехать там те же самые две тысячи километров обратно к себе домой, выспаться и протрезветь многим после воскресенья. Вы понимаете, тут проблема еще заключается в том, что у нас народ так устроен, что если дать возможность до вечера понедельника оставаться, то через год-два вы придете и скажете, слушайте, ну дайте уже до вторника вечера доспать. И так это будет продолжаться, это всегда так. Ну согласитесь, что разница между шесть утра или хотя бы, чтобы сказали, что до десяти, до двенадцати, это достаточно разно. Мы подумаем на эту тему, услышали, подумаем. Потому что это очень многие... Это точно будет так же, как всегда. Я объясню еще этот момент. Ну, люди, которые должны в понедельник рано утром ехать на работу, но им лучше воскресенье не выпивать. Так это я еще раз. Все в понедельник берут выходной. У меня девяносто девять процентов друзей, которые едут на нашествие, они более того, они с четверга по вторник, у них выходные. Ну, я еще раз. Мы, конечно, попробуем пообщаться, но здесь очень сложная логистика с внутренними войсками, вообще с полицией. На нашествие почти четыре тысячи сотрудников работает. И работает из семнадцати регионов. И это ох как непросто. Я могу сказать так, да, да, допустим, палаточный лагерь и та же самая стоянка, чтобы осталось охранять, там не надо четыре тысячи сотрудников. Ну, это понятно, но очень сложно взять там... Ну, я думаю, что все-таки можно подумать. Потому что это действительно уже будет хотя бы по-человечески. Потому что когда в пять утра тебя будет, и ты уже в такой стоешь и не понимаешь, что это тебя хотят, когда ты лег в два... Потом аварийность тоже на дорогах, сто процентов. Спасибо.